Добрый день, всем кто любит, всем кто хочет полюбить вино. Меня зовут Алексей Дмитриев, я Сомелье. Вы знаете, в последнее время Нина, мой оператор, болела. Я тоже болела. И мы ничего не снимали уже целую неделю. Я очень соскучился по своему главу. Биг тайм. Ну что же, я вас немножко обманул. В прошлый раз я писал, что следующая дегустация будет или супермаркетная лихорадка, или битва южноафриканских виншерас против Мерлота, одного производителя. К сожалению, да? Мы с Инкой заболели, лечились, ничего не наснимали уже пять дней. И передо мной оказалась бутылочка. Гато Негро. Супермаркетная позиция. Я объясню, почему она сегодня здесь. Мы снимали эпизод номер 29. Это была аргентинская. Мне она очень понравилась. Я выбрал для своего отеля, а также на свой день рождения. Шерас Банарда от производителя Калия. Я поставил ему целых 83 балла. И что же вы думаете, на ютюбе некий Данон 65 написал, что это вино фигня. Я очень разозлился. Потому что он сказал, что даже тоже Гато Негро Шерас будет вкуснее. И что вы думаете? Я целых два месяца искал Гато Негро Шерас. Потому что в супермаркетах есть что угодно, кроме Шераса. Есть Кармонер, Мерло, Каберне. Я был в Метро, в Сильпо, в Кишене. И наконец-то в Мегамаркете на Горького. Я нашел Гато Негро Шерас. Шерас 2008 года. Спроизвель Сан Педро. Централ Уэлли, Чили. И сегодня мы узнаем, был ли Данон прав или он меня обманул. Сразу перейдем к дегустации. Попробуем наше вино. Шерас. Чилийский. И в цвете довольно плотное. С легкими фиолетовыми оттенками. В ореоле. Ну, приятное. Без изъянов. Хорошая, прозрачная. Самое время оценить наш аромат. Вино молодое. И мне немножко бесит сразу этикеточка. Сзади у нас появляется новая надпись на всех винах. Без ГМО. Я очень не люблю, когда начинают лепить все наши этикетки. Эти дурные без ГМО. Это далеко не бонус. И опять же. Сразу видим. Потом покажу ближе. Что контр-этикетка у нас с украинским переводом. И там крепость, как всегда, 11,5-14,5. Пойди угадай. Давайте понюхай. Очень странный аромат. Потому что я ощущаю, как будто бы из бока лазит кулак. И сразу бьет мне в нос. Очень много алкоголя. Окей. Оно молодое. И чтобы алкоголь у нас выветрился. И все эти плохие ароматы. Мы его будем сильно аэрировать. Если дома вы решите пробовать данное вино, продекантируйте его, перелейте в графин. Недавно я объяснял, почему и зачем мы это делаем. Обычный кувшин домашний. Окей. Начинают появляться у нас красные ягоды. Даже черные. Здесь есть черника. Есть голубика. Здесь много специй. Но аромат, алкоголь, конечно, добавляет дисбаланса. То есть он не гармоничный, а такой резкий и угловатый. Давайте попробуем, что же у нас во вкусе. Недавно на дегустацию украинского вина. Сам винодел мне сказал. Ты знаешь, Леша, чтобы попробовать мое вино и понять его качество, не сплевывай, а обязательно сделай хороший глоток. Вы знаете, скажем честно, что даже когда я сплевываю, какая-то часть вина все равно попадает. Не нужно делать никаких глотков. Тем более, если вы дегустируете 10-15 вин, это получается каждую по 30 грамм. Это 300-400 грамм за одну дегустацию. Потом никаких трезвых оценок не сможете дать. Поэтому спокойно можете сплевывать. Окей. Это вино сейчас получит очень большую критику от меня. Вы знаете, что мне очень нравится, это то, что вы сами сможете поехать купить его, попробовать и сделать свой вывод, согласиться со мной или нет. Но терпкость в нем нереальная. То есть она очень агрессивная, и в носе было много алкоголя, очень много терпкостей. Такой довольно неприятный. Окей, я люблю терпкие вина, когда перед этой терпкостью у нас действительно не найдет какой-то фрукт. Это баланс. Как будто бы у вас есть какие-то приятные ягоды, сок, вы не добавили специи, все съели, как хорошее блюдо. Здесь такое ощущение, что вы просто что-то откусили, и в конце только один дуб. Больше ничего. Послевкусие довольно длительное, потому что оно горькое. Окей, данное вино можно совмещать с разными блюдами на гриле, барбекю сюда подойдет. Если вы рискнете. Единственное, что я думаю, что может быть вино выиграть через какое-то время, через час после деконтации. А, maybe. Но я не уверен. То есть оно какое-то очень странное. Третий раз. Я даю ему 78 баллов. Оно мне нравится гораздо меньше, чем Ширас Бонарда. Однозначно, потому что оно невменяемое. Я честно ожидал больше, но я никогда не назову вино фигней. Потому что люди старались, хоть кто-то. Даже если вино имеет массовый характер, его производят огромным количеством и распространяют по всему миру, все равно это вино. Это продукт живой. И вино данное было закрыто корковой пробкой. Я уже кинул его в Нину. Грядом со мной ее нет. Оно бы дышало себе, развивалось. Оно еще молодое. Может быть, даже через пару лет оно станет лучше. Недавно дегустация с украинским вином была такая же ситуация. Два года назад оно не понравилось. Сейчас оно улучшилось. Who knows? Поэтому нужно подождать. Сейчас я бы его не рекомендовал пить или действительно с очень насыщенной едой. Просто так, ни в коем случае. И также хотелось бы дать маленький совет. Если вы пробуете красные вина, которые дерзкие и молодые, не пейте их при комнатной температуре. Охлаждайте их немного. Около 14 градусов в самый раз. Тогда они не будут кусаться. Сегодня меня спросили, Леша, что же ты порекомендуешь молодым ребятам, которые хотят разобраться в вине, молодым Сомелье. И я сказал, что обязательно нужно найти друга, с которым вы будете дегустировать вместе. Потому что, когда ты пробуешь сам, ты делаешь какие-то свои выводы, они могут быть правильными, могут быть неправильными. Вдвоем вы всегда можете найти больше нюансов, поделиться мнением и какое-то сложить общее. Я хочу вам сказать сегодня спасибо за то, что вы у меня есть. Мне очень приятно, потому что я не один. Я вижу очень много отзывов, комментарии. Я вижу многие новые лица. Каждый вечер я прихожу домой и проверяю, сколько человек зашло ко мне на блог, откуда они были, из каких стран. Действительно очень интересно. Я вижу, что расширяется постепенно аудитория. Мне это очень приятно. Спасибо за все хорошие, плохие слова. Спасибо тебе, Донос 65. Если бы не ты, я бы не узнал, что же такое гато негро. Так же спасибо всем ребятам, которые хотят привезти вино и попробовать. У нас стоит Сидор, мне он до сих пор болеет и переживала, что я буду дикосюрить Сидор без нее. Ирен Шейко из Британии прислала его, представляете, из Британии, в Украину специально для блога. This is a big respect for me. Артур Кленс сейчас в Израиле собирается привезти тоже вино. С удовольствием попробуем. То есть у вас есть отличная возможность для всех, кто хочет путешествовать. Привозите вино, будем дикосировать вместе с вами за этим столом. Забыл сказать о цене это вино стоит около 60 гривен. Обязательно попробуйте его. It's not that bad. То есть мне просто не нравится его терпкость, его агрессивность. Кому-то может быть и понравится, кому-то может быть по душе. Кто-то любит такие мощ-мощняцкие вино, такой удар реально таким грузовиком. Кто-то может выдержать и совместить с плотной едой. Мне не очень по душе. Вопрос у меня в конце. Вина сказала, что я зря так раскритиковал эту надпись без ГМО. Как вы думаете, это нужная вещь? И нужно ли писать на вине без ГМО? А также мне очень интересно, какое у вас самое любимое супермаркетное вино, от которого вы сильно тащитесь. Дегустируйте вино и не забывайте делиться своими впечатлениями. Я с удовольствием буду в этом помогать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова